Этот огромный карбоновый спойлер вкупе с другими доработками здесь для того, чтобы улучшить время моей машины как минимум на секунду с круга. Когда это произойдет, я обязательно об этом расскажу, но в этой серии расскажу о том, как я пришел к этому и как я все это вообще делал. Всем привет на моем канале. Это новая серия про ускорение моего Nissan 180SX. Напомню, что машину свою я который год уже строю, улучшаю, ускоряю постепенно. По очереди меняет то один, то другой элемент и это дает мне возможность расти не только как гонщик, пилот, но в том числе в техническом плане и во всех остальных вообще аспектах, которые окружают автомобильные гонки, автомобильный спорт. Так, ну что, расскажу маленько про спойлер, который будет у нас в новом сезоне, ну или может быть в каком-то из сезонов, когда уже тачка все-таки поедет. Короче, вот, это верхняя часть антикрыла нового. Размер будет, конечно, существенно больше, чем был до этого. Почти 2 метра, 1950 сантиметров и 40 сантиметров у него будет хорда. Это большое крыло на самом деле, но выбрали мы его не случайно. Есть аэродинамические каталоги. Все крылья, которые существуют в авиации, они давно уже просчитаны, они есть в каталогах, где вы можете посмотреть их аэродинамическое качество, позабивать калькуляторы, поменять их размеры, и хорду поменять, и площадь порастягивать. То есть, в смысле, ширину, от этого меняется площадь, куча многих параметров, они там соотносятся. Это все программа тебе сразу показывает, как, что и где примерно будет работать, на каких скоростях. В общем-то, нас интересует диапазон скоростей больше от 100 до 200 где-то километров в час. Но данное наше крыло, оно, в принципе, будет очень эффективно, в диапазоне даже более широком, где-то от 100 до 250 километров в час. Субтитры сделал DimaTorzok Хочу показать еще один момент, который очень важен с этим крылом, это его склейка, потому что изначально делаются две половинки карбоновые, а потом нужно их соединить между собой. Вот так это выглядит, то есть, вторую часть матрицы я уже снял, ну, естественно, такая деталь склеивается в матрице, чтобы у нас была стопроцентная стыковка, чтобы одна половинка от другой никуда не съехала, и все получилось четко. Ну, а крыло теперь будет обтачиваться, вот этот весь облой, и потом отправим в малярку, чтобы покрыть его лаком. Ну, спойлер наш большой, должен на чем-то крепиться, поэтому кронштейны для него, ноги для установки, очевидно, что надо было делать новые. Сначала был сделан такой макет из картона, потом вырезали вот такие вот деревянные крепления, и вот уже непосредственно карбоновые ножки, которые я сейчас буду делать. Два карбоновых листа, то есть, я сделал пластины, заинфузил, и из них вырезали уже вот такие вот ноги. Это уже полностью была 3D-модель, потому что нам нужно было рассчитать положение вот этих вот отверстий регулировочных, чтобы при регулировке крыло не задевало за ногу. Пару слов про форму ноги для крепления спойлера, почему она именно такая. Потому что, я думаю, вы увидите, что здесь явно выражен перенос крыла назад. Ну, во-первых, конечно, это продиктовано формой крыла и верхним креплением, потому что расположить его над задней частью автомобиля достаточно проблематично. Нужно вот эти ноги или изгибать вот такой вот формой, или переносить их сильно вперед. Мы не ограничены регламентом в наших соревнованиях, и я могу крыло располагать за пределами автомобиля, то есть, за задним бампером, в этом нет никакой проблемы, и это очень хорошо. Потому что с таким расположением крыла я уже пытался экспериментировать два года назад. Свой старый спойлер я также перенес на 20 сантиметров назад. Эффект был позитивный, потому что у меня получилось поднять скорость на главной прямой аж на 5 км в час. То есть, было где-то 180, стало 185, потому что я смог уменьшить угол атаки этого крыла. Но за счет переноса его назад прижимная сила, в принципе, никуда не потерялась. То есть, в поворотах машина не потеряла держака, но максимальная скорость выросла. Так что, когда вот эти мы проектировали ноги и проектировали вообще расположение крыла на машине, у меня не было сомнений, что оно должно быть отнесено назад как можно больше. Ну, насколько нам это позволит крепление, ну, естественно, в разумных пределах. Напомню, что у антикрыла работает именно нижняя его плоскость. Именно она создает прижимную силу, направляя воздушный поток определенным образом. И смысл креплений с One Neck в том, чтобы освободить эту плоскость от ненужных кронштейнов и прочих элементов, тем самым освободив дорогу воздушному потоку и сделав его движение беспрепятственным. Ну что, спойлер готовый. Наконец-то я забрал из малярки уже под лаком. Ну, вот такой вот получился. Прикинул на него кронштейны. Новые, цельно фрезерованные. Здесь у нас один сварочный шов. Они еще не покрашены, но они будут покрашены порошком. Тоже в черный цвет. Я думаю, что так будет эстетичнее. Вот такое вот крыло. Вес у него, по-моему, 3,5 килограмма всего получился. Что для двух почти метрового антикрыла, ну, мне кажется, весьма неплохой результат. Сейчас нужно собирать все остальное. И конкретно сейчас я сделать хочу торцевые пластины. Вот сюда вот. Пластины эти нужны для того, чтобы поток воздушный проходил по крылу и не уходил никуда. В разные стороны. А что касается самих пластин, их форма, она, ну, как бы, для нас не так уж критически важна. Все-таки у нас не такая уж тут конкуренция, как в каком-нибудь кольцевом чемпионате, типа Формула-1. Поэтому я заморачиваться вообще не буду над этими торцевыми пластинами. Сделаю их обычными плоскими. Так-то вообще их можно сделать из чего угодно, потому что они небольшие, тонкие. Они не должны быть какими-то супер жесткими, нести какую-то нагрузку. Можно сделать вообще из чего угодно, но и для эстетики я сделаю их карбоновыми. Просто обычная карбоновая пластина, в принципе, ничего особенного. Вот я сделал лекала в торце спойлера, то есть, чтобы нам сделать их одинаковыми, чтобы все было симметрично. По лекалу размечу отверстия крепежные для болтов и получатся две такие пластины. Ну и кронштейны. Кронштейны выполнены из алюминия. Это такие цельнофрезерованные пластины. По 3D-модели была задана форма, повторяющая плоскость антикрыла. Конечно, было бы тоже очень круто сделать эти кронштейны карбоновые. Но для производства таких конштейнов из композитных материалов нужна, конечно, уже цельнофрезерованная матрица, что в наш проект не вписывается совсем, более учитывая мелкосерийность этого продукта. В общем, абсолютно нецелесообразно, хотя было бы, конечно, очень круто. Что, крыло собрано, готово к установке. Размер, конечно, в моей маленькой мастерской кажется очень большим, но на самом деле оно реально большое, и когда поставим на машину, оно тоже будет выглядеть большим. Остается сейчас доработать крепление именно на кузове, и будет полностью все установлено. Я, наконец-то, держу в руке последнюю деталь, необходимую для установки нового антикрыла. Это новые кронштейны, которые будут связывать само крыло, ноги на которых оно стоит, с лонжеронами. Потому что чем больше крыло, тем больше оно генерирует прижимной силы, тем больше и сильнее оно давит на кузов автомобиля. Естественно, если установить его на кузов или там на крышку багажника, то этот элемент будет продавливаться, продавливаться, продавливаться. С маленьким крылом это может быть не очень заметно, с крылом побольше начнут появляться вмятины. С гигантским крылом, которое сейчас сделал я, это просто будет работать максимально неэффективно, не говоря уже о дефектах, которые появятся на кузове. Крыло, которое у меня было, было 1700 миллиметров, и даже оно продавило мне кузов. Хотя было установлено вот в эти вот места, в ребро заднего крыла, где максимально жесткая часть. Помимо того, что это эстетически не очень красиво, крыло теряет свою эффективность. Вот эта часть у нас будет выглядывать из кузова, придется мне сделать пропил в заднем крыле. А вот эта часть будет прикручена напрямую к лонжерону. То есть заднее антикрыло будет через вот эту вот проставку давить именно на лонжероны. И потери на деформацию каких-то материалов, они будут вообще минимальные. Вот эти вот кронштейны мы изготовили из алюминия. Вырезы вот эти вот для облегчения веса. Вот этот вот вырез, он как раз под задний фонарь. В общем, осталось только это все поставить на машину, установить. И можно прикручивать антикрыло, уже не бояться. Железо не оторвется, но эффективность крыла будет серьезно снижена. Потому что каждый раз куча силы будет уходить на деформацию кузова. Нам это не надо, все должно быть максимально жестко, четко и погоночно. Еще один дополнительный момент в установке. Я хочу вот этим уголком, которому раньше у меня крепилось антикрыло, изнутри связать вот эту нашу новую опору с крылом. Это будет просто еще одна точка крепления, усиления. И верхняя часть крыла прочно свяжется с лонжероном. Заодно эстетически мы закроем вот эти вот старые отверстия, которые остаются от вот этого вот уголка. Ну что, первое крепление готово. Все достаточно жестко. Я думаю, по камере должно быть понятно, что шатается кузов. Как видно, здесь у нас ничего не играет, все стоит четко. Осталось подобрать крепеж посимпатичнее. И, наверное, вот сюда какую-нибудь резиночку, чтобы, если идет дождь, сюда не затекала вода. Ну и надо делать вторую сторону, а потом будем примерять крыло уже на машине. К крылу такому я пришел не сразу. Это уже третий подобный элемент на моей машине. И росло оно постепенно. Примерно год назад, когда закончился последний этап в сезоне гонок серии Time Attack, я понял, что по этому элементу я уперся. И вообще с аэродинамикой нужно работать больше, развивать это все. Потом примерно полгода было творческих поисков, инженерных изысканий. И еще полгода ушло на реализацию этой идеи в карбоне. Реализацию всех элементов. Потому что помимо самого крыла, здесь достаточно замороченный крепеж. Все это нужно интегрировать в кузов. Есть торцевые пластины и так далее, и так далее. В общем, изделие достаточно сложное. И для меня оно было, ну, реально каким-то вызовом. Сможем мы сделать это или нет. Но, глядя сейчас на машину, то, как это все выглядит, испытываешь такое удовлетворение, что я всем, конечно, желаю когда-нибудь такое испытывать. Я думаю, люди, кто работает руками, кто что-то создает, они это чувство знают. И это сложно с чем-то сравнить. Это действительно бесценный опыт. Ну и скажу по секрету, что крыло это мы уже протестировали. Поставили мы его на RX-е моего друга Димы. Он уже улучшил свое время. Но обо всем по порядку. Обязательно я расскажу об этом в одной из следующих серий. Поэтому, если вы подписываетесь, ставите лайки, это офигенно мотивирует делать новые видосы. Ну и, конечно, у кого есть какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментах. Постараюсь ответить. И про все доработки этой машины расскажу дальше, в следующих сериях. А есть о чем рассказать. Там доработать дофига. Все, ладно, друзья. Спасибо за внимание. Всем пока.